добрый день 11 часов по москве мы начинаем наш вебинар потихоньку идет подключение участников так отлично вижу видно и слышно отлично все в порядке и так те кто до подключается еще потом может посмотреть наш вебинар в записи об этом вы все прекрасно знаете так начинаем наш сегодняшний вебинар проведу я анастасия марченко я врач-физиотерапевт тренер компании lpg в группе компании спорт мид импорт хочу сказать что наша компания компания спорт мид импорт несмотря на наше сложившееся непростое экономическое время мы работаем в штатном режиме в обычном графике и сегодняшний вебинар будет доступен на всех наших онлайн платформах вы можете потом его будет не только в записи посмотрите но и на наших платформах поэтому начнем сегодня вебинар будет посвящен особенностям работы и программ для пациенток возрасте 45 плюс на аппарате lpg целью м6 альянс еще хотела добавить что вот к началу вебинара что в такие знаете кризисные периоды у хороших косметологов всегда прибавляется работы и русские женщины начинают ухаживать за собой с удвоенной силой как сказал одна из моих пациенток поворота судьбы нужно встречать во все оружие поэтому мы будем продолжать работать будем работать на наших аппаратах будем получать новые знания делиться с вами нашими новыми знаниями какими-то да и всегда будем диалоги всегда будем в контакте и так видно ли вам до слайды вебинара напишите мне пожалуйста все ли хорошо те кто присоединился участники лично и так отлично все видно значит начнем вот про женщин 45 плюс сегодня да наша с вами тема начнем с того какие когда они к нам приходят на процедуры когда они к нам приходят на первичную консультацию что они нам говорят одни из самых основных их проблем основных жалоб которые они нам сами озвучивают да ну наверное начнем еще с того что женщина 45 плюс мы должны понимать что это женщины которые уже вступают или уже вступили в премии на паузу никто к сожалению да из нас их женщин этого не избежит поэтому мы должны на это тоже всегда обращать внимание как специалисты которые будут с ними работать помимо понятно вот первое я выделила синдром хронической усталости которая у нас есть у всех не только 45 плюс да я думаю что достаточно раннем возрасте самые частые проблемы этих пациенток это набор веса с чем они к нам приходят потому что в приклимактерический период эта проблема у них выходит большинства пациенток выходит на первый план они начинают плохо спать у них начинаются проблемы со сном они достаточно тревожно у многих там вы знаете начинаются приливы скачки артериального давления увеличение потоотделения раздражительность нервозность то есть весь эмоциональный такой фон нарушается у них но да еще основная причина гормональная чему это все служит это гормональное нарушение то есть снижение синтеза половых гормонов мы все об этом знаем да эстрогены у нас снижаются и мы видим эти последствия мы видим эти последствия на коже пациента потому что они часто нам говорят о том что естественное старение кожи происходит и они видят сухость кожных покров дряблость кожных покров мы к сожалению все будем этому подвержены вот здесь я даже написала потери упругости сухость кожи понятно что тот целлюлит который у них и был до этого может быть проявляться с большей силой да они видят растяжки на своем теле если они до этого худели наоборот прибавили весе некоторые пациенток например 45 плюс могут быть особо молодыми мамами да то есть пациентка может 40 родить 42 сейчас да у нас и и больше да пациентки могут родить детей поэтому тогда когда они были в наборе веса во время беременности после родов да естественно они потеряли вес и растяжки с подвойной силой их могут беспокоить варикозное расширение вен они это видят они это нам с вами покажут скажут если не это не замечает то мы и при осмотре увидим с вами это плохой сон уже сказала мышечное перенапряжение боли в шее боли в спине боли в позвоночнике головные боли беспокоит у многих начинаются мигрени или усиливаются мигрени то есть вот такой большой симптомокомплекс которым они могут прийти и нам об этом сказать или мы можем об этом у них сами спросить как у вас на самочувствие что вы сейчас ощущаете изменения в своем теле мы сегодня будем говорить с вами про пациенток 45 плюс и про изменения касается касаемо их тела и то что мы с вами можем им предложить и сделать такая большая проблема для них это конечно проблема с изменением в теле вот поэтому все вот это одна небольшая на часть их ее может быть очень много поэтому то что мы слышим от них часто пациентки приходят уже к нам в таком состоянии когда они готовы пойти на пластическую операцию и большинство вот из моего опыта пациенток они говорят ну я не буду ничего делать я сразу пойду радикально и поборюсь со своей проблемой с пластическим хирургом безусловно это они могут это сделать и мы можем им помочь то есть если они приходят к нам на какие-то другие процедуры не на lpg или приходит на lpg лицо и говорят что я бы хотела что-то сделать телом но наверное я подумаю сходить пластическому хирургу мы тоже сможем поработать с этими пациентками я уже много раз об этом говорила на вебинарах что мы можем подготовить их к их предшествующей пластической операции об этом мы сегодня с вами тоже поговорим что еще вот когда пациентки к нам приходят про мотивацию да когда они понимают что они плохо выглядят что у них впереди такой переломный момент как менопаузальный момент они говорят что я хочу как-то вот выглядеть более менее хорошо или пришла к тому что я уже готова работать над своим телом не только над лицом или у кого-то знаете появляется второе дыхание новая жизнь после 45 многие заново выходят замуж у них какое-то событие они готовятся знаете многие заранее к своему 50-летнему юбилею поэтому мы их помощники наша задача их подготовить привести в норме когда они к нам приходят вот следующий слайд что уже будем видеть мы как специалисты на что мы обратим внимание они нам пожаловаться то пожалуются покажут что их беспокоит вот прекрасные картинки вы видите так указка указочка да вот все что здесь написано они точно также нам показывают до внутреннюю поверхность плеча коленки живот бока то есть те локальные зоны которым им не нравится они показывают нам целлюлит растяжки и так далее вены не вены то есть они это все нам покажет но мы их должны же посмотреть в совокупности чуть больше чуть шире чем видят они сами мы как на специалисты естественно целлюлит многие с этого начинают и говорят что я хочу как-то побороться мне не нравится это не обязательно пациенты с большой массой тела потому что проявление целлюлита вот здесь я написала может быть в любом возрасте в любом весе и в любой комплекции мы об этом прекрасно знаем то что такое целлюлит еще раз да это изменение структуры подкожно-жировой клетчатки которая нарушает микроциркуляцию крови и тока лимфы что приводит естественным застойным явлением в гиподерме то есть слои до который располагается у нас под дермой и следствие ее дистрофия и целлюлит вот я уже сказала может проявиться в любом возрасте весе и комплекте это может быть достаточно худенькая пациентка 45 7 даже там пусть не совсем 40 возьмем ближе там после 40 да но у нее могут быть выражены проявления целлюлита потому что в этом процессе очень много чего замешано не только сами клетки адипоциты да но и сосудистая система которая расположена в гиподерме нервы которые там есть межклеточное вещество все возможные волокна и так далее то есть такой большой симптома комплекс которым очень сложно нам с вами бороться и женщинам тоже конечно нет какой-то волшебной таблетки потому что очень часто женщины приходят к тому что говорят я думаю что вы это подтвердите я хочу за 10 процедур lpg побороться с целлюлитом и мы как специалисты должны всегда говорить что нет волшебного средства только какой-то вот много компонентный комплекс постоянная работа терапия улучшить состояние кожи и подкожно-жировой клетчатки клетчатки на проблемных участках то есть это всегда будет комплекс об этом мы тоже поговорим то есть мы видим целлюлит мы можем показать какой он у них отечный целлюлита или фиброз уже который чаще всего располагается у них на ягодицах на бедрах то есть там уже вот такие фиброзные изменения нужно им показать это они болезненные чаще всего при пальпации то есть мы же когда раздеваем пациента до смотрим на него мы всего его должны посмотреть не только замерить перед процедурой да но и вот посмотреть какая качество кожи у него где у него дряблость где у него фиброз чаще всего там где фиброз это болезненные плотные холодные на ощупь ткани да мы должны у пациента это все посмотреть и куда-то обязательно записать помимо того что мы должны его сфотографировать и замерить да мы увидим у пациента отеки в нижних конечностях если она пришла к нам в носочках она снимет эти носочки да и мы увидим резиночку отпечатана или мы можем сделать пыльцевые тесты нажатия посмотреть где отечности ли она сама может обратить внимание мы можем спросить жалуется ли она она отеки в нижних конечностях сложно ли ей например зимний период времени застегнуть например глиничьи сапога на или лезть ботинок или если она ходит постоянно на каблуках что в тесной обуви в тесной одежде что тоже способствует застою лимфы отеки в нижних конечностях у всех этих пациенток присутствует мы увидим варикозное расширение вен всегда у нас я говорю должна быть насмотренность о том что мы должны понимать какой примерно да по внешним по внешним характеристикам по внешней картине какой варикоз то есть если там уже как я говорю всегда гроздья ребят вот на наших обучениях те кто учился знает отправьте к флебологу пациентку да то есть мы не можем когда существует варикоз стадии 2 2b мы не можем проводить на этих зонах им lpg об этом мы помним потому что сначала они должны сходить флебологу сделать узи всех вен вен даже паха да то есть там тоже может быть варикоз не только голени бедра и так далее если нужна будет склеротерапия или лазерная коагуляция этих сосудов или механическое удаление то есть такие пациентки сначала уходят флебологу обследуются оперируются делают процедуры и только потом спустя два месяца мы этих пациенток берем на нашу процедуру lpg то есть мы должны посмотреть в каком состоянии у них находятся вены они сами могут обратить внимание на какую-то сосудистую сеточку мы ее смотрим если она в каком-то более-менее терпимом состоянии нас это не смущает то мы например это задняя поверхность бедра передняя поверхность бедра или если пациентка очень хочет проводить процедуры на голенях это может быть на голени мы смотрим если нас что-то смущает мы просто можем эту зону как я делаю просто обвожу фломастером по костюму перед процедурой или ставлю себе точку о том что я должна обратить на эту зону внимание или переместить манипулу не делать процедуру именно на этой зоне ну то есть она же может быть небольшая надеюсь по поводу варикоза понятно дальше мы видим у них растяжки чаще всего они говорят ну как растяжки то меньше станут понятно что одной лишь методикой lpg мы не поборемся со стриме если это достаточно такое то есть это но качество кожи как они говорят кожа лопнула да то есть вот в простонародье то есть вот эти вот растяжки конечно lpg не победить тут нужно комплекс процедур смотря какая она длинные глубины если там рядом пигментации нет там рядом пигментации но можно лазерными методиками да с этим самым всем в дополнении побороться с проблемой с растяжками с этим тоже понятно то есть мы таким пациенткам не обещаем о том что за курс процедур lpg у них исчезнут растяжки надеюсь это вам понятно дальше помимо того что мы посмотрели их локальные жировые отложения целлюлит посмотрели их фиброз если он есть отеки варикоз растяжки качество кожи то есть дряблость чаще всего это живот чаще всего это живот это может быть внутренняя поверхность бедер это может быть внутренняя поверхность рук мы все об этом знаем они жалуются на сухо есть они жалуются у нас на шелушение может быть да поэтому мы конечно как что-то назначаем после процедур лучше всего это конечно косметика lpg то есть топически что-то назначаем какие-то косметические средства в дополнении понятно что синтез до снижение синтеза половых гормонов эстрогенов приводит к сухости но хотя бы как-то до восполнить вот этот вот водный липидный баланс мы можем значит что мы еще у них увидим и они могут сами пожаловаться кто знает что у них есть расхождение до диастаз прямых мышц живота если кто-то уже побывал на липосакции или обдоминопластики им скорее всего сшили на прямые мышцы живота или поставили сетку или сделали что-то подобное вот если они этого не делали диастаз большой мы видим помимо до жировых отложений в районе живота расхождение прямых мышц да я надеюсь что все знают как правильно определять диастаз и рассказать об этом пациентке пациентам кто не знает видео в интернете много картинок тоже все там делается очень просто на это мы тоже должны обратить внимание и никакие упражнения если диастазу уже много лет конечно мышцы живота не приведет в порядок вот если после родов сразу начинать упражнения да если диастаз там достаточно маленький там сантиметровый меньше то тогда мы можем упражнениями добиться успеха все остальное прошло много лет не делают никаких упражнений это только операции ну и что мы их еще увидим вот последнее я всегда на это обращаю внимание ли они это говорят это холка на шее или как в простонародье говорится вдове гор большой комплекс упражнений для того чтобы как-то это предотвратить и пластические хирурги сейчас тоже этим занимаются делают там липосакцию это не только ну то есть не только это нужен пациент должен знать какие упражнения ему нужно сделать да мы можем на этой зоне поработать с мануальными терапевтами с остеопатами наши сами да будем делать упражнения и lpg в том числе на этой зоне тоже можно и нужно делать обратим на это внимание так все ли понятно что говорю все ли слышно все ли хорошо видно если что пишите мне так ну на самом деле вот здесь я привела это не все да не все что мы увидим у них это может быть что-то еще да они могут нам показать нам рубец и спросят а можно ли поработать вот с ним например если у нее недавно была операция или недавно не было кесарево сечение но вдруг да то есть это поздно родящая женщина вот сейчас к нам пришла восстанавливаться после родов и такие пациентки у меня например тоже были да об этом тоже поговорим о том что мы можем поработать с ними и с рубцами с их рубцами на любой стадии аппарат lpg нам это позволяет делать терапевтических протоколах не забывайте дальше вот мы их посмотрели да то есть они нам пришли пожаловались на свой внешний вид на свою тяжелую судьбу очень многие жалуются или наоборот они к нам пришли за мотивированы мы они наблюдаются уже у многих специалистов уже следя за своим весом корректируют что-то пришли к нам уже похудели например и пришли к нам уже побороться с тем что осталось что есть привести себя в порядок занимается спортом молодцы просто супер да таких пациенток прям нужно поддерживать в их курсе верном направлении мы их дальше посмотрели замерили обязательно сфотографировали помните о том что вот как говорят французы какой чинаж если вы не сфотографировали пациент пациентку свою до до процедуры значит можете говорить о том что процедура проведена неверно те кто отказываются фотографироваться значит фотографируем на их телефон и говорим что сохраните пожалуйста фотографии до конца курса уходжи пожалуйста об этом помните бывают спешки просто забывайте сфотографировать в первый день ничего страшного но сфотографируйте во второй день если хотите сфотографируйте их у нас же есть прекрасное средство планшет да не забывайте про него не только телефон не только ваш может быть какой-то фотоаппарат на второй день тоже можно фотографировать в середине курса в конце прицельно иногда бывает я что-то фотографирую качество кожи например да какие-то проявления целлюлита или сеточку сосудистую если она ее беспокоить чтобы она четко знала что после процедур она не стала хуже наоборот например стал лучше на то есть об этом всегда помните значит еще раз да они нам пожаловались мы их посмотрели а дальше наши рекомендации всегда говорю о том что лпж не волшебная таблетка мы не можем просто положить пациентов на кушетку назначить им какие-то либо процедуры наши курс и уйти то есть мы должны со всех сторон посмотреть на них на них я знаю что многие специалисты мне говорят но мы же не врачи потому что эстетисты очень часто работают средний медицинский персонал но для этого есть мы которые мы даем вам информацию много информации в интернете просто на любых сайтах которые сейчас можно узнать информацию о том как вести сейчас пациентов современной средствами современной косметологии да вот так можем сказать поэтому мы смотрим со всех сторон комплексный подход здесь вот я написал поэтому спросим пациентку ей 45 лет предположим на как давно она была у каких-то специалистов она начинает потихоньку ступать вот в этот или уже ступила до премию на паузу как давно она была у гинеколога как давно она делала узи как давно она делала узи молочных желез то есть нужно это все у нее хотя бы спросить если это она делала давно не делала забывает да 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 сейчас нужно ее на это направить те кто может позволить себе сделать полный чекап организма сходить ко всем специалистам проверить все анализы сделать узи и так далее это просто будет отлично не вы как вот единственный специалист будете вести эту пациентку да то есть это может быть быть и терапевт и эндокринолог и гинеколог и любые другие специалисты неврологи и так далее да то есть если есть какие-то хронические на соматические заболевания которые периодически обостряются пациенты не ходят к специалистам нужно их отправить да потому что мы не можем просто так пациенток в таком возрасте сказать что мы сейчас делаем вам 10 процедур лпдж и поборемся со всеми вашими проблемами нет да то есть они должны корректировать свои хронические заболевания и особенно до дефицитное состояние со специалистами если она давно находится в гипотиреозе давно не обследовала не дело анализы гормонов щитовидной железы отправьте пусть она это сделает пусть она придет к эндокринологу если она давно не была у гинеколога она должна к нему обязательно сходить да она должна в этом возрасте особенно знать свой гормональный фон до свой гормональный паспорт какие сейчас гормоны превалируют что нужно делать нужны ли какие-то дополнительные средства извне да не только витамин d посмотреть да не только о котором сейчас уже все прекрасно знают да все добавки которые они должны принимать то есть мы на это акцентируем внимание просто вот как галочку поставили сказали понятно что они могут не пойти но вы должны об этом помнить обязательно потому что если пациентка в хроническом стрессе находится ведет малоподвижный образ жизни у нее постоянно шкалит кортизол чтобы мы не делали не только лпg всевозможные процедуры она никогда не похудеет мы никогда не добьемся снижения локальных жировых отложений не поборемся там с дряблостью кожи и так далее ничего то есть она должна знать свой гормональный фон всегда обязательно значит это первое самое главное дальше мы с ними говорим про правильное питание понятно что они это все нарушает понятно что у них может быть повышен аппетит и они об этом не говорят или скрывают от нас обманывают что они там правильно питаются и так далее то есть мы их не сажаем на диету мы говорим о том что правильно питаться хоть как-то да они должны начинать помочь им в этом рассказать как правильно да кто-то считает калории кто-то не считает калории да кто-то охотя на интуитивном питании множество всего кто-то занимается точнее придерживается кето питание но не всем оно подходит да то есть тут в общем то вот надо смотреть на пациенток и всегда помнить о том что в любом весе проявление целлюлита зависит от количества потребляемого сахара вот я даже здесь написала вам сахар равно целлюлит если она придет к нам и будет весить 55 килограмм условно да но она будет есть каждый день большое количество сахара это не только сахар там знаю кондитерских изделий да но и скрытый сахар в сладких фруктах и так далее это не значит что мы там только пончики должны исключить да или просто сахар как сахар песок поэтому всегда сахар равно целлюлит об этом помните напоминайте я своим пациентам вот каждый раз каждый день что ели с утра завтрак обед ужин давайте подкорректируем почитайте вот про это говорю давайте попробуем считать калорий давайте посмотрим заметим о том что вы как вы пьете да вот следующий водный баланс многие не пьют они все жалуются на сухость кожи но при этом водный баланс у всех страдает на спросивших сколько выпили ну стакан воды это очень мало заводным балансом обязательно сидим чистая питьевая вода у нас сейчас есть прекрасные минеральные воды воды с магнием которые очень хорошо для пациенток 45 плюски которые нормализует наше нервное до состояние тем кто плохо спит обязательно да вот я всем рекомендую воды с магнием пожалуйста их сейчас можно везде купить в аптеках магазинах советуем назначаем смотрим спрашиваем как они пьют не пьют вот еще в правильном питании коллагеновые добавки то синтез коллагена в общем-то у них снижен поэтому очень многие пьют и правильно если не пьют нужно в общем-то об этом их спросить то есть коррекцию в этом тоже сделать те кто пьют много витаминов а там какие-нибудь пробиотики пребиотики занимаются этим то они вообще молодцы то есть об этом мы должны им сказать не забывайте дальше налаживание сна большой достаточно тоже вопрос у этих пациенток многие не спят кто не спит там находится там на мелатонине который им помогает это отлично если нет ну хотя бы начать принимать да поговорить со специалистами если нет сходить к неврологу да прообследоваться понять да почему мы не спим об этом все знают что мы должны засыпать до 23 часов никто это не делает все до двух часов сидят в телефонах и в общем-то сна не в одном глазу как говорится с утра все разбитые пошли на работу перед работой пришли к нам на lpg все никакие поспали 40 минут ушли в общем это все конечно плохо об этом нам нужно с ними говорить о том чтобы они старались налаживать свой сон значит дальше отказ от вредных привычек обязательно спросим до пациенток если у них какие-то вредные привычки и обязательно мы должны как-то скорректировать потому что мы знаем что употребление алкоголя ведет к тому что накопление токсинов это все понятно работа печени но и повышение аппетита у многих пациентов которые в общем-то приводят к большому поступлению калорий и к накоплению жира достаточно большого до там где у нас есть локальные жировые отложения поэтому женщины должны об этом знать обязательно курение сухость кожи сужение сосудистого русла все прекрасно знаем не будем надо этом останавливаться но по крайней мере об этом с ними говорить вот всегда на обучениях специалистам говорю есть те кто кнут а есть те кто пряник да со своими пациентами вот я чаще всего кнут поэтому спрашиваем каждую процедуру говорим с ним об этом назначаем что-то еще раз и вот ну то есть не просто вот так чтобы они пришли полежали порасслаблялись ушли обязательно работайте со своими пациентами значит дальше физические нагрузки для этих дам для этих женщин очень характерно вообще для любого сейчас возраста это гиподинамия приехали на работу на машине сели за стол уехали на работу домой на машине конечно много кто ходит в зал но чаще всего бывает неправильно занимается на то есть об этом тоже нужно поговорить пусть хотя бы там это будут какие-то тренировки если вдруг они смотивированы вами и пошли заниматься в зал то есть это должны быть такие грамотные и силовые да если кому-то силовые на поначалу естественно нельзя силовые тренировки и высокоинтенсивные кардио на тренировки которые нам помогут эффективно сжечь жир улучшить кровообращение и при правильном проведении этих тренировок укрепить мышцы понятно что если пациентка достаточно большой массы тела в 45 лет вы говорите а ходите ли у спортзал она говорит нет и пойду завтра то с большой массы тела не зная азов как тренироваться она придет к вам послезавтра вот такая вся на шарнирах будет говорить что у меня везде все болит что же делать не могу даже забраться на кушетку да то есть это все должно быть правильно если они тренируются дома то тоже даже должен быть составлен главный грамотный план тренировок если они считают калории у них дефицит то есть они должны еще обратить на это внимание да как у них проходят тренировки что можно делать что нельзя делать об этом тоже с ними можем поговорить ну и следующее мое любимое это какие-то антистресс мероприятие не только они ходят к нам на лпдж или на какие-то другие процедуры пусть они ходят на обычный массаж пожалуйста да пусть это будут либо курсы до наших процедур либо курсы после наших процедур это может быть релаксирующий массаж они все в хронических да там недосыпах в хронических каких-то там не знаю многие в депрессиях и так далее да у кого-то там не знаю дом семеро по лавкам работа вот то есть пожалуйста пусть они походят на обычный расслабляющий классический массаж походят на какие-то водные процедуры это может быть просто бассейн акваэробика не знаю многие ходят мои пациентки на душарко и так далее да какие-то ванны например ванны с тем же магнием которые можно с солью с английской которые они просто могут дома сами себе назначать расслабляться релаксировать ходить на йогу растяжку и так далее то есть какие-то антистресс мероприятия этим дамам обязательно нашим пациенткам нужно поговорить пусть они походят по расслабляются ну и конечно же домашний уход домашний уход то есть то что мы им назначаем в дополнение что они наносят на свои кожные покровы по телу косметика lpg мы все прекрасно знаем что она в синергии работает с аппаратными процедурами на альянсе до аппарате lpg альянс если вы у вас в салоне в клинике нет в центре нет косметики lpg вы назначаете что-то свое на обязательно что-то назначаете понятно что какой-то антицеллюлитный крем не панацея и не поможет избавиться от целлюлита от растяжек и так далее но какие-то увлажняющие питательные средства пусть они наносит пожалуйста об этом тоже не запомнили не забывайте вот это все мы должны с ними с каждой из них поговорить направить подкорректировать и так далее понятно что вот у нас есть 40 минут на классический до эндромологический паспорт и те пациентки которые ну вот разговорчиво которые с вами в диалоге многие конечно там закрытые молчат на те кто вот или разговорить их наоборот мы должны с вами поговорить на то есть у нас есть время во время проведения процедуры о том чтобы с ними об этом беседовать не забывайте если есть какие-то вопросы про то что я сейчас говорю пишите остановимся может быть что-то непонятно у вас какие-то случаи были с такими пациентками 45 плюс может быть что-то хотите еще спросить говорите я отвечу но я думаю что все что я говорю достаточно просто понятно и все об этом знают чит вот еще раз пациентка пришла мы ее просили все записали осмотрели замерили сфотографировали поговорили про большой блок рекомендаций а дальше мы назначаем каждый из них свой индивидуальный курс процедур вот здесь у меня выбор процедур прекрасный наш аппарат lpg альянс чаще всего конечно мы все назначаем индивидуальную процедуру эндромологический паспорт в зависимости от типа кожи нормальной фиброзной или ослабленной на те зоны с которыми мы хотим поработать большую сорокаминутную процедуру не выбирайте одни и те же если есть у пациенток много проблемных зон выберите первый день какие-то небольшие участки до больше по времени с ними поработать не выбирайте все зоны по пять минут выберите 15 15 и 10 например да или там 10 10 10 10 как чаще я веду своих пациенток да то есть если нужно делать все и руки и спину и живот и бока и она хочет внутреннюю поверхность бедер и колени и так далее разделите их по зонам выберите сначала например вверх то есть когда она к вам приходит выберите внутреннюю поверхность плеча спину живот и бока например да нас через день она к вам приходит на следующую процедуру вы уже выбираете ей а нижний чуть не сказала плечевой пояс ужас значит вы выбираете уже ягодицы три поверхности из бедер колени если хочется голени то есть все что угодно да из этой программы чередуйте если пациентке нужен дренаж и она пришла к нам сначала и мы видим выраженную отечность у этих пациенток да то есть я отекаю у меня сейчас сбит мой цикл и перед тем как он начинается я с двойной силой отекая на пришла к вам в эти дни сделайте ей дренаж на следующий день сделать ей дренаж и потом уже начните основной курс процедуры эндромологический паспорт надеюсь вы все об этом знаете если она в середине курса к вам пришла говорит что я сегодня ну вот прям отечно жалуюсь да у меня на период пмс или было нарушение питания употребление алкоголя плохой сон и так далее перелет да пожалуйста назначьте им дренаж вместо обычного эндромологического паспорта или она к вам пришла то есть например если у нее еще до существует менструация первый день вы ее спрашиваете да как у нее самочувствие мы можем первый день проводить вы все об этом знаете но предупредить о том что могут быть у нас более да учащенное выделение более в этот день например значит и косметика лпдж вот здесь вот я написала да эндромологический паспорт мы можем выбирать или дренаж то есть не плюс дренаж да а или и косметика лпдж если она у вас есть если у вас какие-то другие средства обязательно после наносим помним что аппарат нам показывает нанесение средства лпдж перед надеванием костюма мы можем наносить только этот крем никакой другой если она пришла со своим кремом каким-то мы наносить не можем только единственный крем лпдж значит курс из процедур мы все знаем что прекрасная обратная система альянс позволяет нам чуть меньше для достижения эффекта делать процедур чем на предыдущих моделях аппаратов поэтому курс из минимум шести процедур вот я написала 6-12 6 я никогда не назначаю своим пациентам всегда минимум 10 процедур кому-то 12 если это большая масса тела кому-то 14 если у нас сжатые какие-то сроки она вот прям пришла говорит что у меня через месяц мой пятидесятилетний юбилей я должна быть красоткой и у нас есть месяц для того чтобы поработать тогда я назначаю ей от двух до трех раз в неделю да то есть с интервалом один день а все это прекрасно знают понедельник с 14 так далее процедур и выполняет все мои рекомендации и тогда за месяц чуть больше мы можем увидеть прекрасные результаты на самом деле мы можем увидеть результаты уже с первых процедур вы все об этом знаете но опять я им каждый раз повторяю лпдж не волшебная таблетка вы должны соблюдать ту домашнюю работу которую я вам назначаю да вы должны слушать не обманывать и тогда только вот в нашем совместном действии в нашей совместной работе на что-то получится если вы будете просто приходить на процедуру и в педжи ничего при этом не делая весь гормональный фон лет или просто слетел не спит гиподинамия плохое питание и так далее то есть ну мы увидим результат но он будет вот такой или вот такой когда мы все правильно сделаем значит надеюсь на этом все понятно дальше что мы можем с такими пациентками еще сделать когда они приходят стрессе когда у них какой-то тяжелый период жизненный когда они знают там у них частые перелеты например связанные с работой или тяжелая какая-то физическая работа у пациенток начинают это у кого-то ночное дежурство им нужно расслабиться да и тогда в нашем аппарате мы можем выбрать им программу релаксации пусть они полежат к черту сейчас как я говорю проблемы с кожи с целлюлитом давайте мы начнем с релаксации вот этих вот проблем сделайте у нас прекрасно есть выбор этого можно делать им и дренаж и назначать релакс мы можем выбирать им спа протоколы которые позволяет нам выбрать и можем спа делать даже каждый день таким пациенткам и там даже в если мы посмотрим хотя бы туда заглянем посмотрим что там есть большие протоколы как мы можем работать ежедневно в спа для таких пациентов почему бы и нет все забывают о том что у нас есть прекрасный длинный протокол 50-минутный который называется эндермопунктура многие даже туда не заглядывали хотя на обучениях я об этом говорю то есть большой 50-минутный протокол и французы всегда говорят о том что лучше с него начинать и им заканчивать например да то есть первая и последняя процедура эндермопунктура мы как-то тут на обучении я показала пациент специалистам как это делать и наша модель которая уже миллион раз получала у нас здесь процедуры у пиджи сказала это самое лучшее что когда-то я ощущала во время процедуры лп-джи эндермопунктура очень понравилась большой прекрасный протокол когда мы работаем по меридианам когда мы работаем на активацию внутренних органов и систем поэтому подумайте загляните посмотрите как правильно делается этот протокол да там кто делал знает кто не знает загляните посмотрите все правильно написано то есть мы останавливаемся на энергетически важных точках да проекциях внутренних органов и делаем три поворота по часовой стрелке манипулой на этом участке и против часовой и так работаем по всем меридианам пожалуйста мы можем предлагать вот тем кто уже сделал до этого курс процедур пожалуйста можем им как поддерживающие например процедуры таким пациенткам делать эндермопунктуру почему нет она может приходить к нам в ходе поддерживающих процедур раз в месяц и мы можем делать и вот этот протокол или релаксацию спа пожалуйста выбирайте у вас большой выбор в аппарате не зацикливайтесь только на эндермологическом паспорте этот спрашивал многие даже дренаж не делают очень плохо все ли понятно чего говорю на том чтобы у меня все было хорошо со звуком дальше что мы можем еще предложить таким пациентам те у кого кому посчастливилось кому повезло у кого есть блок терапии в аппарате можем пользоваться терапией пациентки приходят к нам и говорят что их беспокоит боли в шее боли поясницы между лопаток боли в том вот я говорила в холке да где это может быть боль после тренировок которые они стали вдруг посещать да или ходят то есть там где у них есть мышечное напряжение или отечность да как какая-то проблема с оттоком венозным мы прекрасно можем все это в терапии поговорить не буду сейчас останавливать на этом ваше внимание помните об этом о том что мы можем провести дренаж или эндермологический паспорт или сделать релакса и эндермо пунктуру например и 10 минут больше не нужно мы все знаем что в терапии мы можем работать минимум 10 минут 15 у нас то время идет в плюс да то есть нет там есть классические какие-то протоколы по временные но чаще всего мы работаем от времени в плюс мы можем прекрасно 10 минут поработать над той зоной где у нее сейчас болит или у нее какой-то например отек после травмы или у нее сейчас мышечное напряжение после того как она пошла в спортзал или она там не знаю плохой сон неудобно спит постоянно сидячая работа боль в пояснице и так далее то есть понятно что существует какая-то первопричина этому всего да то есть тут чаще всего это неврологического характера боли но все кто делал терапию я думаю что подтвердят о том что после даже 10-15 минут эти пациентки наши они видят значительное облегчение терапию мы можем делать им каждый день об этом мы тоже помним не забывайте про это работайте с ними они вам скажут большое спасибо буквально 10 минут сделали дренаж сделали небольшую терапевтическую процедуру с ними если по терапии те кто проходил будут вопросы пишите мне помогу вам ответить помогу поработать с пациентом очень часто пишут мне говорят что вот такая-то пациентка могу ли я там с ней работать такие-то такие жалобы поэтому всегда открытому всегда на связи с вами всегда в диалоге должны быть ну и следующий блок того о том тоже что я часто говорю мы можем таких пациенток в таком возрасте которые пришли к нам говорят или получили от нас курс процедур там lpg но все-таки они решились на пластическую операцию и если у них есть выраженная подкожно-жировая клетчатка на животе на то есть так называемый сальник который нужно только хирургическим путем уже да скальпелем хирурга не к сожалению lpg воспользоваться до липосакции на каких-то местах то мы их благополучно отправляем на эти операции и подготавливаем даже если они прошли просто классический курс эндос эндромологическим паспортом даже если вы сделали несколько процедур дренажей перед этим да поработали с зоной там где будет проводиться абдоминопластика естественно и липосакция на различных зонах это может быть даже руки да если мы подготовим пациенток то они их кожа их подкожно-жировая клетчатка очень благодарна ответит нам на на наше усилие на наши эти зоны с которыми мы работали да они будут менее болезненные после когда они будут носить компрессионное белье там будут меньше нарушений кровообращение тем самым меньше гематом они увидят меньше отечности все знают прекрасно во всех вебинарах я показываю эти фотографии с подготовкой lpg перед липосакцией и без подготовки фотографии то есть в интернете на наших вебинарах вы можете посмотреть это действительно работает так и что мы можем сделать если хирурги пластические хирурги прогрессивные да они все они знают о том что мы можем благодаря нашему прекрасному аппарату сделать реабилитацию таких пациенток до после обдоминопластики после моего пластики пожалуйста они все могут приходить к нам и мы можем делать с ними банальный дренаж терапевтические протоколы локальные у нас достаточно много всего что мы можем этим пациенткам предложить об этом еще будет слайд у меня дальше значит делаем мы нашим пациенткам процедуры о чем они обычно что они говорят что я увижу вот если это первичные пациентки которые не проходили никогда к нам на процедуры мы им сделали эндромологический паспорт что мы увидим что мы ожидаем да наша задача результаты которые мы увидим это естественно коррекция фигуры уменьшение избыточных жировых отложений не обещайте им о том что цель вы станете с на или если они об этом сами говорят да поэтому конечно это не волшебная таблетка еще раз повторяюсь поэтому должны достаточно четко к этому вопросу подходить дальше что мы еще увидим это конечно же снижение проявлений целлюлита до конца мы с этим не побоемся мы можем предложить нашим пациенткам в дополнение что-то еще из нашего арсенала об этом в конце мы тоже поговорим мы можем в любой стадии с любым типом прекрасно работать лпг что они еще увидят а это устранение отеков каких-то застойных явлений в по телу естественно омоложение лифтинг структурное обновление кожи потому что благодаря нашему аппарату происходит естественно увеличение выработки коллагена эластина гиалуроновой кислоты мы конечно про механизмы у под же все знаем как работает аппарат и это действительно происходит и это уже 35 лет существует компания на рынке и это действительно доказано то есть это не какие-то маркетинговые ходы вот сейчас мы сделаем процедуру и заставим вибробласты работать на увеличение выработки коллагена эластина это действительно так работает а нашим пациенткам 45 плюс про которые мы сегодня говорим это конечно необходимо понятно что после 20 лет у нас у всех с каждым годом на один-два процента снижается выработка коллагена эластина и когда мы вступаем вперед менопаузы то конечно выработка становится еще меньше да поэтому с лицом все понятно мы делаем какие-то коллагена стимуляторы по телу конечно мы аппаратными методиками как-то стимулируем увеличение выработки увеличение работы фибробластов до выработки коллагена эластина что еще мы заметим и они сами пациентки это конечно улучшение отменных процессов гармонизация работа в органах систем всегда если вы особенно делаете на процедуру эндермопунктуры думайте как подойти индивидуально каждому пациентку пациенту они все у нас конечно перелаксируют даже на эндермологическом паспорте если вы правильно делаете процедуры вот об этом все прекрасно знают об этом всегда я говорю наши пациенты не должны испытывать боль во время процедуры lpg и об этом мы им говорим боль наш враг то есть когда пациент испытывает болезненное ощущение на любой процедуре никаких других эффектов кроме болевого симптома сейчас здесь на данном участке возьмем ягодицы ничего не будет происходить не улучшение кровообращения не улучшение лимфа тока притока не выработка увеличения там выработки коллагена эластина ничего это происходить не будет отвечать будут не механо рецепторы а рецепторы боли об этом всегда нужно помнить мы не делаем им большие значения вакуума как все любят у нас ну давайте раз вы пришли большая масса тела давайте-ка мы сделаем вам на восьмерочки или наши пациентки просят давайте сильнее и так далее об этом мы все должны знать на фиброзе будет больно если мы выбрали ослабленную кожу на животе мы ее можем слегка даже перерастянуть на таких больших значениях вакуума об этом помните наши пациенты должны чувствовать расслабление во время процедуры и такой маркер так когда они засыпают значит вы все делаете правильно но если пациентка находится в таком сжатом состоянии то никаких эффектов и лпдж мы после процедуры не получим у неё об этом всегда помните ну и вот восстановление биоритмов очень часто пациентки говорят о том что налаживается сон они лучше спят улучшается пищеварение у кого были проблемы даже проблем например запорами и так далее понятно что мы причину первую причину да не поборем но у многих очень на улучшается пищеварение после и улучшается сон после проведения процедуры поджил такой знаете большой симптома комплекс улучшение работы пищеварительной нервной системы я об этом пациентка всем своим говорю обратите внимание игра да или нет то есть нужно об этом всегда тоже помню и вот что мы им говорим что мы обещаем что мы увидим видим результат сразу после первой процедуры да действительно это будет тренажный эффект но тем пациентам у которых выражен выражено проявление целлюлита не забываем говорить что на третью вторую процедуру после того как избыточная жидкость уйдет мы увидим максимальный дренажный эффект проявление целлюлита станут ярче у этих пациенток и они к вам придут и скажут ну как мы же вроде делаем лпж я же пришла бороться с целлюлитом а у меня стало хуже это нормальное явление жидкость ушла проявление целлюлита стали заметнее и дальше мы с ними продолжаем работать не забывайте об этом говорить второе что здесь у меня написано это измеримые результаты то есть мы можем уже их глазом до увидеть заметить об этом уже после трех процедур на аппаратах предыдущего поколения мы об этом не говорили на альянсе мы об этом смело заявляем и стойкий эффект после прохождения курса минимум из шести восьми процедур но темно говорим наверное про 10 до все же я надеюсь это все понятно вам и так дальше вот кроабилитации кто не занимается кто забывает об этом у нас есть в меню аппарата не только раздел на эстетика но и раздел эстетическая медицина у кого он есть кто туда ни разу не заглядывал загляните посмотрите вообще что там есть да как мы можем готовить пациента перед какими-то вмешательствами ввести его сразу после и в какой-то отсроченный период есть раздел терапия прекрасный кто не проходил у нас обучение можно пройти обучение кто очень давно работает с аппаратом я проводила даже обучение дистанционно вот те у кого большой опыт работы с в эстетическом блоке можно получить обучение терапии у нас поэтому у нас здесь достаточно большой выбор у нас есть возможность подготовить пациента перед какими-то радикальными вмешательствами это не только пластическая хирургия это могут быть какие то вот здесь вот я написала лазерные процедуры очень многие клиники этим занимаются если у вас нет этих аппаратов да но пациентки хотят побороться еще дополнительно с локально жировыми отложениями на коленях на на животе на бедрах на внутренней поверхности плеча они прекрасно это могут сделать и мы перед этими процедурами достаточно такими интенсивными да мы можем привести им процедуру lpg многие специалисты косметологи ставят занимаются нитевым лифтингом по телу там понятно что будет отек там будут гематомы после постановки линей по телу да если мы говорим про дряблую например кожи подготовим эту кожу с помощью lpg перед какой-то агрессивной терапии можно даже перед крио процедурами делать то есть если пациентка идет на криолиполиз он сейчас тоже очень сильно распространен давайте улучшим кровообращение тех зонах которым предстоит это вмешательство да то есть ну пожалуйста поговорите с пациентами про это о том что можно это сделать да то есть мы снизим постпроцедурные какие-то негативные эффекты у таких пациенток да мы можем их ввести после этих методов назначать им наоборот после процедуры lpg на пролонгировать и оптимизацию конечных результатов пролонгирование и оптимизация конечно результатов благодаря lpg таким пациентам можно и нужно делать надеюсь понятно дальше самое такое интересное это сочетание с другими методиками lpg что чаще всего спрашивают на обучении задают вопросы у кого-то большой арсенал аппаратов есть в клинике в центре в салоне и так далее у кого-то стоит только один lpg но вы должны знать о том что вы можете отправить таких пациенток которые хотят которые к вам пришли с которыми вы работаете которые вот ну вот хотят да в 50 лет выглядеть эффектно хорошо подтянута и молода мы можем использовать lpg не только как монометодику да но и совместно с другими аппаратными и инъекционными процедурами у нас был вебинар подробно мы об этом говорили сейчас еще раз остановимся да какие задачи у нас у пациенток есть то есть перед нами же мы говорим различные типы пациента кто-то хочет побороться только с целлюлитом из объемом да с лишним весом кто-то хочет наоборот улучшить качество кожи его больше всего это беспокоит на вот кого-то беспокоит отеки и так далее значит если мы хотим ускорить процесс или польза что еще мы можем применять кроме lpg это конечно же процедуры рф сейчас рф радиоволновой лифтинг испытывает такую знаете новую волну игольчатый рф и так далее очень много аппаратов есть сейчас на рынке пожалуйста можно в комбинации всегда об этом говорю рф процедуры с lpg можно проводить даже в один день пациенткам да на какие-то зоны например она говорит меня очень беспокоят мои колени и чаще всего пациентки вот в районе 50 лет говорят про колени и про руки я думаю что вы со мной согласны поэтому дополнительно проведя процедуры рф и польза на этих местах на этих зонах вместе с лпж мы можем сделать крио липолис об этом я уже говорила пожалуйста аппаратов много если они есть в вашем городе отправляйте пациенток совместно то есть сделали лпж отправили на крио или если она у вас уже пришла после крио да или собирается пойти еще потому что тоже курсовая процедура и ультразвук да который мы говорили технологии хайфу тоже в общем-то здесь нам в большую помощь что еще здесь не дописала это наверное ли политики прекрасно ли политики работают с лпж правильные ли политики да на локальные жировые отложения мы сделали ли политик на пятый день мы делаем дренажную процедуру пациентку на этой зоне а дальше ведем их уже стандартно ну если не сделали до значит делаем после ну пожалуйста но мы все знаем что после ли политика отек гематома с чем прекрасно побороться лпж поэтому лучше сделать перед процедурами значит если 2 да если пациентки приходят и говорят что ну меня беспокоят отеки что таким пациенткам самый добрый верный проверенный старый способ это пресса терапия пожалуйста таким пациенткам мы можем назначать и пресса терапии но помним здесь наоборот пресс терапии лпж в один день делать нельзя это две дренажные процедуры поэтому мы их разобщаем в один день не делаем обычный какой-то массаж классический тоже нам приведет к тому что отечность у пациента станет меньше и электростимуляция старый добрый тоже проверенный способ миостимуляция тоже может нам снизить отечность пожалуйста если это будет какие-то даже не знаю там водорослевое обертывание которые тоже могут нам снизить отечность вы владеете какими-то этими методиками пожалуйста да не только лпж но и но множество процедур которые мы можем совмещать дополнять встраивать навсегда нужно думать да можно ли проводить эту процедуру совместно или нет если рф можно делать да если но простерапия например нельзя то есть две дренажные процедуры в один день делать нельзя значит дальше третье если наша задача укрепить сосудистую стенку пациентки с венозной недостаточности пациентки с анамзом с варикозом пациентки с ломкостью дан сосудистой стенки поэтому классический массаж пресс-терапия туда же мезотерапевтические коктейли сосудистые да мы тоже мы можем назначать обертывание пожалуйста микротоки все забывают о том что их можно проводить и по телу да у нас микротоки сразу всегда лицо но прекрасные аппараты биотюме голст пожалуйста мы можем работать с ними по телу да ну если это уже какие-то выраженные да сосудистые проявления которые пациент хочет устранить и уже сходил слюбологу но они какие-то мелкие остались большой арсенал световых технологий пожалуйста мы можем использовать для уменьшения видимых проявлений сосудистых изменений по телу пожалуйста значит четвертое улучшить если нам нужно улучшить состояние соединительной ткани если у нас есть фиброз да который например мало поддался но поддался все-таки действительно процедурам lpg то тут конечно ультразвук нам в помощь на ультразвук нам в помощь что еще пятое повесить активность мышечной деятельности кого граблась мышц те кто не занимается гиподинамия не держит вообще мышечный каркас да поэтому с этим нам могут помочь не стимуляция забытый метод но прекрасно работающий да микротоки конечно в малой степени но не стимуляция и магнитотерапия сейчас это на пике аппаратов очень много укрепление мышц благодаря магнитотерапии сейчас очень часто это используется для укрепления мышц тазового дна может быть пациентке вам не пожалуются да но проблемы с мочеиспусканием на у пациенток проблемы с гинекологией если они есть на то после обследования и можно назначить с целью лечения до с целью улучшения работы качества до мышц малого таза магнитотерапии обязательно аппаратов сейчас много они на пике множество фирм почитайте посмотрите поинтересуйтесь скажите об этом центр о том что они могут это сделать ну и нормализовать состояние кожи это 50 процентов из того что приходит пациентки в этом возрасте да и говорят что дряблась сухость вялость они стесняются открытые какие-то вещи носить да потому что вроде они худенькие но качество кожи страдает поэтому лазерной методики всевозможные шлифовки укрепление каркаса кожи рф не только лифте не только ли пользу но и лифтинг игольчатый рф пожалуйста мезотерапевтические всевозможные коктейли у нас есть коллаген и стимуляторы по телу мы можем использовать таким пациентов и плазма терапия аутоплазма да то есть те пациентки которые хорошо относятся и к плацента терапии это все туда же нитевой лифтинг в эту же да компанию к нам идет поэтому здесь вот все возможные методики вы провели им процедуру lpg да но все равно вот хочется более таких как скажем агрессивных методик точечных поэтому им рассказать об этом назначить да провести либо где-то в другом месте они это проводят потом приходят к вам на осмотр и поэтому назначаем вы должны знать вот все возможные способы современной косметологии которым мы можем помочь не только монометодикой lpg да но и вот сочетать делать вот эти комбинации я вот вам прям здесь написала то есть грамотно составленный план процедур особенно для таких пациенток 45 плюс да которые уже приходят в достаточно ну скажем плачевном состоянии к нам не могут к нам прийти после до 50 лет и сказать что ну вот я ничего не делала да но вот я сейчас хочу вот у меня сейчас есть на это средства возможности желание начала новой жизни какой-то и так далее поэтому мы им составляем грамотный курс комбинацию методом помните про рекомендации которые вам говорила да и вот это все в совокупности поможет приведет к изменению их фигуры к омоложению кожи сделает это намного эффективней и они с благодарностью да отнесутся к вам увидят это все покажут расскажут и приведут вам новых своих на коллег подруг и так далее поэтому грамотно работайте с такими пациентками думайте о том что сейчас самый их большой злейший враг это их гормональный фон и отсюда уже нужно дальше рассказ развязывается вот этот вот клубочек ниточек да так ну что наверное все что я хотела сказать мы уложились практически в час значит все кто слушал сейчас онлайн если есть вопросы пишите если вопросов нет надо тогда мы заканчиваем прощаемся если возникнут вопросы у тех кто будет слушать в записи пишите на почту пишите в соцсети мне всегда из инстаграма вопросы лично передают я отвечаю через наших специалистов кто ведет соцсети поэтому пишите приходите на дополнительное обучение у нас есть повышение квалификации мы всегда на связи мы всегда можем организовать какой-то онлайн встречу вот поэтому как то так так ну что вопросов нет вопросов нет тогда буду прощаться с вами всем отличного дня будем держаться в это непростое время мы всегда на связи еще раз повторюсь да наша компания работает в плановом в обычном режиме несмотря на все да наши реалии экономические трудности будем поддерживать друг друга работать с нашими пациентами вкладывать наше будущее всем хорошего дня прощаюсь до свидания